Добрый вечер, друзья! В эфире Радио Шансон, программа «Большие люди». У микрофона Роман Будников. Это значит, что сегодня у нас будет очень интересная тема. И прежде чем представить нашего гостя, хотя наверняка, если вы следите за эфиром и за анонсами, вы уже знаете, кто у нас в гостях, прежде чем представить этого уважаемого человека, небольшой анонс. 11 июня, совсем скоро, через несколько дней, на центральном московском ипподроме состоятся 14-е скачки на приз президента Российской Федерации. Президентские скачки. И, между прочим, это уже хорошая традиция. Так и у нас сегодня в гостях генеральный директор российских ипподромов Николай Васильевич Исаков. Добрый вечер, Николай Васильевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Но прежде чем начать задавать вопросы, которых у меня огромное количество, если честно, я хотел бы вас представить, как следует нашим слушателям, потому что им наверняка интересно, кто же руководит таким важным местом в Москве, как московский ипподром. Дело в том, что Николай Васильевич прошел службу в вооруженных силах генерал-лейтенант запаса. Правильно это произносится? Да, генерал-лейтенант запаса. Кандидат военных наук, профессор Академии военных наук. Это первая страница биографии, очень хорошая, серьезная и важная. А потом, в общем-то, очень много лет, с 97-го года, трудится в компании «Газпром» «Межрегион ГАЗ». И каким-то удивительным образом, как это удается человек совмещать, потому что я представляю, точнее нет, я не представляю, какая это нагрузка, вы руководите ипподромом нашим, одним из, не то что одним, а самым главным. Но вам это удается. Вот давайте вот с этого начнем. Как вы совмещаете серьезную работу и такую серьезную нагрузку, как наш московский ипподром? Да это действительно очень сложно совмещать, потому что совмещать работу в акционерной обществе «Российский ипподром» и совмещать работу в «Газпроме» действительно сложно. Времени практически ни на что не остается, но так уж сложилось, что это приходится выполнять. Вообще-то здесь у «Российский ипподром» не только «Московский ипподром». По большому счету это 28 ипподромов. 28 ипподромов. 28 ипподромов. Да. Указом президента Российской Федерации 1058 в 2011 году было создано акционерное общество, открытое акционерное общество «Российские ипподромы», которое объединило в себя все государственные конюшни с ипподромами. Все, что осталось в государственной собственности. И вот начиная с 2011 года акционеры общества «Российские ипподромы» функционируют. Указом было поставлено два основных направления. Два основных направления. Первое направление это сохранение конных заводов и сохранение поголовья лошадей и их увеличение. А второе направление это развитие национального конного тотализатора с интеграцией в его международную систему. Вот над этими двумя задачами и общество работает по сегодняшний день. Ну и одна и вторая задачи. Они серьезные, я не побоюсь этого слова, они глобальные. Тем более, что касается вообще... Может быть, я ошибусь, вы меня сейчас поправите. Что касается коневодства в России, вообще вот культуры, общения с лошадьми и увлечения этим. Мне кажется, как раз показатель того, что в советское время все это пошло в небольшой упадок, московский ипподром до 1917 года исправно работал много-много лет. Ведь юбилей-то вот совсем недавно был 180-летний юбилей. А потом началась, да, вот эта вся ситуация в стране и так далее. И как-то вот все это ушло. Сейчас есть шанс возродить эту культуру, чтобы вот ребята приходили туда и занимались, занимались этим классным спортом? Вообще-то, московский ипподром был создан в 1834 году. Это старейший ипподром Европы. И действительно, мы недавно праздновали 180 лет со дня образования этой ипподрома. Это очень серьезный юбилей. Очень серьезный юбилей. Уникален ипподром московский еще тем, что этот ипподром, как немногие в мире ипподромы, он имеет две дорожки, так сказать. Одну призовую дорожку для росаков, а вторую скаковую дорожку для верховых чистокровных лошадей. Но это же большая редкость. Таких вообще, на самом деле, ипподромов очень мало, универсальных. Таких ипподромов в мире очень мало. И вот этот ипподром сегодня может, имеет площадь около 42 гектаров в центре города Москвы. И может содержать более тысячи лошадей на этом ипподроме. А сколько содержится сейчас? Ну, грубо. Сегодня, вот на сегодняшний день, тем более, что у нас накануне скачек на пресс-президента поголовье увеличилось, порядка 850 лошадей сегодня имеет место быть на ипподроме. И можно, любой желающий может прийти, поучаствовать в экскурсии, например. Это практикуется? У нас ежедневно проходят экскурсии по ипподрому, создаются группы. У нас имеется музей ипподром, потому что с 1834 года очень большая такая история. Я думаю, экспозиция там серьезная, да, да, есть что посмотреть, конечно, конечно. Конечно, да. Потому что там побывали все великие люди нашей страны. И у нас нет такого вот, чтобы на сегодняшний день пока не существует, что экскурсия идет и по конюшням, как говорится. Потому что музей находится в одной части ипподрома, конюшня находится в другой части. А то есть в конюшни не получится попасть? Нет, если есть желание, то, конечно, получится попасть. Потому что, мне кажется, ребятишкам особенно будет интересно с лошадьми пообщаться. Да, действительно, конечно. И такая вот у нас в программе, такое как раз посещение и спланировано, что и расширение всех этих экскурсий. Но тем, кто желает покататься там, допустим, на лошади, будем так говорить, верхом, или, например, на знаменитой русской тройке, то такое удовольствие мы можем предоставить каждому желающему. Отлично. Друзья, кстати, во-первых, имейте в виду такую возможность, тем более начинается лето. И, поверьте, многие в нашем городе верят, что этим летом будет солнце, хотя бы иногда. Искренне, кстати, желаю вам, чтобы 11 июня, как раз, когда будут скачки на приз президента Российской Федерации, чтобы была хорошая погода. Давайте все вместе загадаем, чтобы нам не испортило. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы нашему гостю, потому что, я уверен, вопросы сегодня будут. Плюс семь девятьсот девять девять пять пять десять тридцать. Ватсап, вайбер, смс, если вы продвинутый пользователь, у вас есть в руке смартфон. И также смотрите нас в прямом эфире на радиошансон.фм или в мобильном приложении. Итак, значит, можно прийти на экскурсию, можно пройтись по конюшням, можно, точнее, не можно, а если будет время 11 числа, обязательно прийти на скачки, посмотреть. Расскажите, пожалуйста, про программу праздника, потому что, я так понимаю, он большой достаточно будет. Да, программа на 11 июня, действительно, очень обширная программа. В программу входит девять скачек. Девять скачек? Девять скачек. А во сколько начало? Начало в 12 часов. Днем, замечательно. Да, 12 часов и завершается, это примерно вся программа в 17.30. Примерно пять с половиной часов вы станете свидетелями яркого, красивого зрелища. Что уходит в программу? Я уже сказал, девять скачек, а между скачками, кроме этого, будут проходить развлекательные такие мероприятия, где будут участвовать конные группы. На участности будут участвовать в перерыве между скачками, а перерыв у нас длится около 30 минут, потому что необходимо после каждой скачки подготовить очередной раз дорожку. Привести в порядок, да. Привести в порядок, это обязательный атрибут каждой скачки. Каждой скачке эту дорожку нужно необходимо подготовить. Поэтому в этом перерыве, пока идет награждение, процедура награждения, будет работать экспорт кавалерийского полка, Кремлевский полк. Вот это да. Да, здесь же будет Катильон полиции города Москвы. Будут в перерывах участвовать сборная России по джигитовке. Вот это я вообще с удовольствием бы посмотрел, потому что это очень зрелищно. Да, это очень зрелищно. И я скажу, что джигитовка стала не олимпийским видом спорта. И наша сборная, будем говорить, команда, очень яркое, красивое такое представление делает. Она будет выступать дважды в перерывах. И вот такой приведу пример. Мы в прошлом году, выезжая на Дни Франции, такое есть у нас мероприятие, обмен делегацией между французской стороной и российской стороной. Это, правда, среди рысаков. И вот выезжая на Дни Франции, мы вывозили туда наших джигитов. 25 тысяч зрителей на Винсенском подроме города Парижа, они все вставали и скандировали «Виват Россия». Фантастика. Вот это, я понимаю, признание российского коневодства. Друзья, мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Но хочу вам напомнить, присылайте свои вопросы нашему гостю на телефон плюс 9, плюс 7, 909-955-1030. Сегодня у меня в гостях Николай Васильевич Исаков, генеральный директор российские ипподромы Акционерного общества. Итак, мы скоро вернемся. Программа с масштабом. Друзья, мы продолжаем наш вечерний разговор у микрофона Роман Будников. Сегодня в гостях у меня Николай Васильевич Исаков. Это генеральный директор компании «Российские ипподромы». И мы говорим на тему, которая, в принципе, мне кажется, вообще каждому из нас близка. Да, потому что все мы, в общем-то, если не катались, то хотя бы мечтали прокатиться на лошади в детстве и в юности. И мне кажется, кстати, у вас ведь было именно так же. Ведь выросли где-то в деревеньке, в Брянской области, насколько я знаю, да? Да, конечно. Родился в деревеньке Любимовка, Брянской области. И все детство, можно сказать, было связано с лошадью, потому что лошадь, это было главной, как говорится, и тягловой силой. И вообще-то она всегда была сельским жителем в этом плане. Поэтому мы помогали старшим нашим родителям, и, как говорится, таскали, это называется так, волоковуши, убирали сено, перепахивали картошку. Ну, в общем-то, лошадь была такой неотъемлемой частью уклада и жизни. Конечно, конечно. Сельской жизни. Ну, а потом пошли учиться, потом закончили институт. А как вы все-таки вернулись опять к лошадям? Как это произошло? Уже в зрелом возрасте, получается? Да, это произошло в зрелом возрасте. Получилась такая ситуация, сложилась в жизни. Закончивости тут, отслужив уже в вооруженных силах, и когда пришел работать в «Газпром», мы увлеклись тогда игрой в большой теннис. И вот однажды, играя там в турнир... Так, подождите, большой теннис? Как это связано с лошадьми? Я не понимаю. Дело в том, что был такой дружеский турнир, и на приз была поставлена лошадь. А-а-а! Чистокровная лошадь. Чистокровная скаковая лошадь, да. Вот это да. Да, и мне удалось этот турнир выиграть, и вот получил первый подарок вот эту лошадь, чистокровную скаковую лошадь. И это стало толчком, вот опять возродить это увлечение в то время, это несколько лет назад. Да, да, да. И вот это стало толчком, и тогда мы уже потом создали свой небольшой клуб, вот, начали заниматься этим делом, и далее, и далее все это дело втянулось в конечном итоге, и вот сегодня... Вот видите, чем занимаетесь. Чем занимаетесь, приходится заниматься уже серьезно и профессионально. Как интересно, получается, что вот если бы в том теннисном турнире когда-то, ну, не взяли, ну, бывает всякое, ну, не взяли первый приз, да, и не получили бы, допустим, эту лошадь, то, может быть, вообще сейчас этим не занимались? Все может быть, но думаю, что, наверное, все равно, рано или поздно бы дороги... Ну, значит, это судьба. Это значит судьба, Николай Васильевич. Значит, все, что не делается, вот все выводит в нужную сторону. Хорошо, давайте вернемся к празднику, который предстоит 11 июня на московском ипподроме. Напомню, что это будут скачки на приз президента Российской Федерации, и, в общем-то, скачки растут год от года, да? В 2004 году после большого перерыва были первые скачки, и был небольшой, по меркам, как бы, именно этого мира, этого увлечения. Призовой фонд 3 миллиона рублей, но скажите мне, сколько призовой фонд в этом году? В этом году призовой фонд 30 миллионов 500 тысяч. 30, то есть в 10 раз. В 10 раз призовой фонд за вот эти годы увеличился. И главная скачка, призовой фонд, главной скачки на приз президента 10 миллионов рублей. Мне кажется, это лучший признак того, что коневодство у нас развивается, и ипподром будет жить. И самая интересная тема, которая мне, кстати, это тотализатор, потому что для многих эта тема непонятная, многие не разбираются в этом. Поэтому через несколько минут, когда мы вернемся в студию и опять к микрофону, продолжим наш разговор, поговорим как раз на эту тему. Если у вас есть вопросы, присылайте на эту тему. Плюс 7909-955-1030. Ватсап, Вайбер или СМС. Мы скоро вернемся. Программа с масштабом. Большие люди подходят к делу основателей. Мы продолжаем, друзья, наш вечерний разговор. У микрофона Роман Будников. Напомню, сегодня в гостях у меня Николай Васильевич Исаков, генеральный директор компании «Российские ипподромы». И говорим мы и о предстоящем мероприятии, которое будет 11 июня. Это скачки на приз президента, Российской Федерации. Кстати, состоятся в 14 раз 14-е скачки. И говорим, конечно же, обо всем, что связано с этой классной темой, с лошадьми, со скачками. Кстати, вот тотализатор. Для многих это, конечно, темный лес. Расскажите, пожалуйста. И мне тоже интересно, потому что, с одной стороны, это вроде как азартная игра получается. Что здесь? В чем здесь суть? В чем здесь цимус? Вообще, тотализатор в России работает уже с 19-го века. И история развития тотализатора, в которых, да, он начал работать, то была такова, что ну, он не имел такой, вот, как бы сказать, такой, люди не играли, знатные люди не хотели играть в этот тотализатор. Им было не очень интересно. А почему, как вы думаете? Ну, потому что не было вот такого, чтобы их двигало на это, так сказать. Ведь, чтобы играть тотализатор, нужно очень хорошо знать и лошадь, изучать ее. Нужно очень хорошо знать Джеке, который на этой лошади выступает. Потому что нужно быть профессионалом, знатоком. Разбираться в теме. Разбираться, да. Это все равно, что проводить олимпиаду по математике. Ну, то есть вы хотите сказать, что у человека, который не особо разбирается вот в этих тонкостях, шансов выиграть мало? Или все-таки есть? Человек, который не особенно разбирается в тонкостях тотализаторов, выиграть действительно шансов очень мало. Выигрывают только люди, которые знают специалистов. А все-таки тотализатор получил развитие свое в Москве, когда выиграл игрок, который очень слабо разбирался. Вот. И поставил на лошадь, которая не являлась фаворитом. Новичкам везет. Да. Но он выиграл, выиграл. И вы знаете, после этого выигрыша, а вот выиграл, там, около, говорят, тысячи тогда рублей золотых. И эта весть разнеслась по всей Москве. И все вдруг стали, захотели очень быстро выиграть. Но элемент удачи все-таки, ну скажите, есть элемент удачи в этом? Однозначно есть элемент удачи. Потому что вот мне понравилась больше всего вот эта лошадь, например. Я на нее поставлю, и вдруг мне повезет. Бывает такое. Бывает. Ну отлично. В жизни бывает такое. Но вот если вернуться к истории тотализатора, то я еще раз хочу сказать, он с 19 века работает в России, он успешно работал в Советском Союзе. И даже эта история говорит, и факты о том, что тотализатор не только обеспечил там и давал финансирование коневодческой отрасли, отчислял деньги на коневодческую отрасль, но он еще и финансировал Большой театр. Вот. А почему именно Большой театр? Ну так было принято решение нашим государством, то есть нашим руководствам. Именно деньги отчислялись именно на Большой театр, поэтому... А вот потом наступила, когда началась борьба с азартными играми, и тогда тотализатор был приравнен к азартным играм, и он был как бы исключен. И произошел тоже перерыв. Вот этот перерыв с 2009 года, который был, он повлиял, то есть на развитие этого тотализатора, и вновь он возродился вот уже с образованием, можно сказать, нашего общества, открытого акционерного общества, и мы только в октябре 2014 года смогли получить лицензию и вошли в закон об азартных играх. Вот тотализаторы. То есть возродили, в 2014... Три года уже как возродили? Вот в 2014... Впервые мы начали работать в 2015 году. Да, да. Да, тотализаторы. Вот 2015, 2016 год, два года, вот уже третий год мы работаем по возрождению тотализатора. Ну, отличная новость, отличная новость, хорошая. Да, выполняя ту задачу, которую нам поставил в своем указе президент. Два основных направления. Первое направление, я уже сказал, это развитие коневодческой индустрии, конных заводов, а второе, развитие национального конного тотализатора с интеграцией в международную систему. Так вот, мы, получив лицензию на тотализатор, начали работать и начали интегрироваться в международную систему. И нам удалось впервые в истории отечественного нашего тотализатора наш игрок, который желает поставить не только на ту лошадь, которая стартует у нас или скачет, или межит рейсю, но и может сделать ставку на те события, которые происходят в Европе. В других страхах. Вот, ну, в принципе, в этом и вся суть интеграции в общую мировую систему. Это замечательно, и сегодня наш игрок это может себе позволить и он сможет интегрироваться в эту систему. Вообще, если смотреть, то во многих странах мира и, ну, особенно вот, во многих развитых странах мира тотализатор обеспечивает конную индустрию и конная индустрия или конная отрасль является самоокупаемой. И самодостаточной. И самодостаточной. Вот смотрите, приведу несколько примеров. Меня просто поражает, например, работа тотализатора и конного дела, которое происходит в Японии. Ну-ка, расскажите, интересно. Вот цифры только приведу. Тотализатор Японии, оборот тотализатора Японии 47 миллиардов долларов. Ну, это трудно представляемая сумма. Сумма просто невозможная какая-то. А оборот конного тотализатора Японии около 26 миллиардов долларов. Оборот ведущей страны Европы в конном деле Франции около 10 миллиардов. Вот представьте себе, что 10 миллиардов имеем оборот. Это значит где-то около 2,5 миллиардов денег, которые 75% как правило уходят игрокам, а 25% остается в казне организатора азартной игры, то есть организатора тотализатора. И вот это как раз те самые деньги, которые могли бы очень сильно помочь развитию российского коневоза и помочь конезаводам, у которых в принципе сейчас ситуация не очень простая. Очень сложная ситуация. Друзья, мы продолжим об этом говорить, тем более есть еще парочка интересных тем. Через несколько минут хочу вам напомнить, что сегодня в гостях в программе «Большие люди» генеральный директор УАО российский ипподрома Николай Васильевич Исаков. И вы можете задать ему вопрос, прислав его по СМС или Ватсап вайбер плюс 7909-955-1030. А совсем скоро мы вернемся к вам. Друзья, программа «С масштабом» я абсолютно согласен с нашим джинглом, потому что вот сегодня, например, мы разговариваем с Николаем Васильевичем Исаковым про самый, на мой взгляд, интересный и перспективный, азартный такой метод, вид увлечения, да, как скачки. Потому что возможность поставить, например, на лошадь тысячу рублей или на сложную комбинацию поставить тысячу рублей и выиграть миллион, это фантастика звучит. Звучит как фантастика, но ведь такие случаи уже у вас были. Да, конечно, такие случаи были. У нас игрок поставил чуть больше тысячи и выиграл миллион 180 рублей. В прошлом году это был случай, в этом году у нас не было случая, что больше, около миллиона выигрывали, чуть меньше миллиона, там 500-600 тысяч были такие выигрыши. Но для того, чтобы это выиграть, надо быть очень хорошим знатоком в делах. И выигрывают, как правило, игроки, вот эти суммы, это когда идет игра на сложные игры. Именно когда нужно угадать шесть победителей в определенных там заездах. То есть не одну ложку пишет шикер? Нет, ну да, да. Сегодня пока оборот нашего тотализатора не позволяет выигрывать, так как выигрывают, например, в Европе. В Европе можно выиграть сегодня и 10 миллионов евро, да, во Франции джекпот, который разыгрывается, можно выиграть до 10 миллионов. У нас пока сегодня вот такие скромные, 1 миллион можно выиграть. Но его можно выиграть, если хорошо знаешь и состояние лошадей, которые участвуют в тех или иных заездных и скачках. И настроение наездника на сегодня. И погода, и настроение наездника, и нужно все составляющие, очень много составляющих. Конечно, масса, масса просто. Так или иначе влияют на результат. Хорошо. Пришел вопрос. Пришел вопрос от Ольги из Перми. Она спрашивает, как случилось, что был закрыт и полностью снесен Пермский ипподром? Неужели не нашлось средств и возможностей его сохранить? Вот такой вот печальный и грустный, на самом деле, вопрос. Жалко, конечно, что в Перми теперь нет ипподрома. Пермский край очень действительно славился и славится своими рысаками, особенно Пермский конный завод. И был Пермский ипподром, и спасти его не удалось. Дело в том, что в Советском Союзе было более 60 ипподромов. И часть ипподромов, когда происходил процесс нашей приватизации нашей страны, в том числе ипподромы, конные заводы переходили в частные руки. В том числе и Пермский ипподром перешел в частные руки. И я прямо могу сказать, что и коневладельцы, и любители, и общественность боролись до последнего за этот ипподром, но спасти, удержать этот ипподром так не удалось. Очень жаль. Но с другой стороны... Очень жаль, да. Да, сегодня там имеется попытка сделать альтернативное. Вот, я об этом и хотел сказать, конечно. И я думаю, что это будет. Это будет, потому что по-другому не может быть. Потому что пермские любители конного дела очень желают, чтобы это было. И я думаю, что мы будем им этому вообще всячески помогать. Конечно, если уже была история, если славятся на всю страну и на весь мир пермские рысаки, то нужно это, естественно, воздрождать. Тем более, все предпосылки для этого есть. Друзья, мы вернемся через несколько минут. Хочу вам напомнить, что у вас есть шанс. Еще остается маленький шансик задать вопрос моему гостю. Присылайте свой вопрос на плюс семь девятьсот девять девять пять пять десять тридцать, и я его обязательно задам. Мы скоро вернемся. Программа с масштабом. Большие люди. Хочу вам напомнить, что сегодня у меня в гостях в программе «Большие люди» Николай Васильевич Исаков, и мы говорим про московский иппором, говорим про скачки, которые пройдут 11 числа. Приз президента Российской Федерации, кстати, в четырнадцатые скачки. Пришло сообщение. Николай Васильевич, хочу зачитать. Желаем удачи в трудном деле. Подпись «Ваши сотрудники». Коллектив с вами. Я вас поздравляю. Благодарю. Пожалуйста, скажите мне, так как недавно был юбилей 180 лет московскому ипподруму, это меня натолкнуло на мысль, что совсем скоро будет 200-летие, буквально через 20 лет. А есть ли какие-то далеко идущие планы или, может быть, мечты, вот с чего бы вам хотелось воплотить к 200-летию этого хорошего, нужного нам всем места? Если коротко, планы у нас не на 20 лет рассчитаны, правда, а рассчитаны на 10 лет. Тоже хорошо. 10-летняя программа наша предусматривает, она называется долгосрочная программа развития акционерного общества «Российские ипподромы». Так вот, эта программа предусматривает развитие как раз вот ипподромного дела и развитие, два направления, развитие инфраструктуры всех ипподромов. В этой программе у нас заложено 30 ипподромов, которые должны функционировать, работать по всем мировым стандартам. И второе направление – это вот развитие национального конного тотализатора. Тоже в программе заложено. По нашим программе, по нашим задумкам, по нашим прогнозам, по нашим расчетам мы должны через 10 лет иметь тотализатор, как я уже называл цифры, оборот. Там в Японии 47 миллиардов всего тотализатора, в Франции 10 миллиардов. Мы всего лишь рассчитываем на 100 миллиардов оборота наших российских рублей. И этот оборот позволит нам иметь 18 миллиардов дохода и 14 миллиардов прибыли, что вполне, по нашей оценке, будет достаточно для развития конного дела в России, и отрасль будет самоокупаема. Поэтому не надо там даже 20 лет, нам будет достаточно 10 лет для того, чтобы перейти на самоокупаемость. Мы это рассчитываем. А что такое 100 миллиардов? Если взять сегодня Финляндию, то оборот финского тотализатора сегодня составляет 230 миллионов евро. то мы даже по большому счету в наших прогнозах не строим какие-то иллюзионные такие планы. Мы строим вполне реальную программу, которая, я думаю, что она будет... Вполне выполнима. Вполне выполнима, да. Поэтому будем рассчитывать. А по этой программе через 3 года, вот 3 года необходимо вкладывать в тотализатор, объем вложений, по нашим расчетам, примерно около миллиарда рублей. Но через 5 лет уже тотализатор будет функционировать прибыльно, а через 10 лет он, я уже сказал, будет стабильно с 5 года и далее иметь оборот около 100 миллиардов. Замечательно. Ну что ж, друзья, хочу напомнить, что сегодня в гостях в программе «Большие люди» был Николай Васильевич Исаков, генеральный директор ОАО «Росипподромы» или «Российские ипподромы». Пригласите всех на праздник. Уважаемые зрители, слушатели, приглашаем вас 11 июня к 12 часам дня на Центральный Московский ипподром, где состоится главное событие конной индустрии года. Скачкина приз президента Российской Федерации. Это яркое, красивое зрелище. Ждем вас с радостью, и вы станете свидетелями, очевидцами и участниками этого прекрасного мероприятия. Так что увидимся 11 июня на Московском ипподроме. До встречи, друзья. До встречи. Услышимся в эфире. Программа «Особой важности». ПОЛЬШИВЕЛЬНЫЙ ЛЮДЕЙ